Ну что ж, добро пожаловать в Сингапур, последний этап городской в Формуле 1, также самый затяжной этап, поскольку трасса довольно медленная и при этом довольно длинная. Конечно же не длиннее, чем СПА, но все-таки довольно длительный этап, потому что это городские улочки, здесь не особо большая скорость, есть пара прямых, но не более. Итак, квалификация прошла так, что я не смог даже квалифицироваться на пол позицион, это сделал Сироткин за меня, но окей, мы сможем прорваться, также неплохо квалифицировались редбулы, которые заняли второе-третье место, что показывает то, что на этом этапе не важно, насколько у вас хороший ДВС, важно, насколько у вас хорошие шасси и аэродинамика. Собственно, у меня были такие себе ожидания от этого этапа, потому что я не имел какой-то хороший темп в квалификации, в практике тоже был более-менее такой темп, то есть настройки я не смог нормальные и оптимальные подобрать под этот этап. Но окей, будем отталкиваться от того, что у нас есть по итогу этапа. Собственно, стартовая решетка у нас следующим образом идет. Первый у нас Сергей Сироткин, второй я, хотя бы до этого были два редбула, третий Вальтери Ботса, четвертый Льюис Хэвентон, пятый Чака Перес, шестой Себастьян Феттель, седьмой Фердан Д'Алонс, восьмой Шарль Леклер, девятый у нас Кимми Реккерин, десятый Кевин Маусон. Боты на этот этап пришли взять просто кучу штрафов, редбула, которые должны были стартовать на втором-третьем месте, стартуют на семнадцатом и восемнадцатом месте. Зачем это было делать, если, по сути, это единственный этап, где у вас все хорошо получилось, потому что либо мы выиграем с сиротками квалификации, либо Мерседес выигрывает. В итоге, как была ситуация, то, что мы первым с сиротками и позади нас Мерседес так и осталось. Стратегия в два пидстопа, в принципе, из-за того, что разработчики в одном из предыдущих патчей пофиксили такую тему, что чем больше у вас FPS в игре, тем меньше покрышки нагревались. Конечно, полный бред, но так оно было у нас. Из-за этого сейчас в Сингапуре стало намного комфортнее ездить, поскольку покрышки просто-напросто не перегреваются даже. И тот же гиперсофт, просто можно ехать на нем по шесть, семь, восемь кругов спокойно. Собственно, у нас старт. Я, то есть, у нас за Сироткиным. Мерседесы меня даже не смогли атаковать никак, потому что мы с Сироткиным очень хорошо стартовали. И несколько кругов мы так вот с Сироткиным и ехали. И это, кстати, единственный повтор, который у нас будет в этой гонке, поскольку после старта у меня вылетела игра, и это единственное, что можно было заснять. Да, к сожалению, так получилось. Но это и обидно, потому что от моего лица ничего такого не происходило. Я гнался за Сироткиным в третьем кругу. Я его, наконец-таки, догнал кое-как. Также у нас выбыл еще и Фернандо Лонс в третьем кругу. Ну и вот. Собственно, погоня за Сироткиным. У нас уже ДРС появился, наконец-таки. Могут нас, я за ним не могу. Просто у Сироткины был очень хороший темп на этом этапе. Но тут произойдет один момент. И по поводу повторов тоже. То, что в Пилотоне происходило множество там вещей разных, которые мне даже было интересно посмотреть. Но, блин, к сожалению, повторов нету. И банально та вещь, о которой могу сказать, то, что у нас Мерседесы не попали даже в очковую зону. Вот, скоро вы узнаете, почему. Точнее, почему один не попал. Второй, я не знаю, почему не попал. Собственно, за Сироткиным я еду более-менее. Но второй сектор мне нелегко давался. И вот, я, собственно, для начала широко прохожу шикану. Ну, а потом в шпильке я просто банально ошибаюсь. Пролетаю слишком далеко. И тем самым Сироткин наверстывает свой отрыв от меня. И через какое-то время я его все-таки смог догнать. И уже продолжил погоню за ним снова. И так как боты ехали медленно на 30 сектор. В основном, последний поворот они очень медленно проходили. То Сироткин я уже смог к нему прям подъехать вплотную. Как раз-таки в конце поворота. И за счет ДРС и слепстрима я смог уже провести атаку на него. Потому что он все-таки довольно быстрый болид. И в первом же повороте у нас начинает с ним борьба. Я поравнялся сначала с ним. Также из-за того, что уже после этого идет у нас еще одна точка детекции ДРС. То напрямую он будет иметь ДРС. И, скорее всего, пытается меня атаковать. Что, собственно, он и пытается все сделать. Позади меня, не имея слепстримы ДРС. Но у него это, к сожалению, не выйдет так уж хорошо прям. Он догнает меня только к концу прямой. Ну и дальше уже я выхожу чуть быстрее от него. И, к сожалению, я резко торможу. Из-за чего он фехишает меня. И, скорее всего, ломает перед антикрул. Почему, скорее всего, потому что начинает резко отваливаться от меня по темпу. И начинает уже собирать позади себя идущую группу. Конечно же, я не знаю точно, сломал ли или нет. Но, скорее всего, по повтору, не смогу вам без него сказать. И после этого я ехал гордым одиночеством. Потом, после выезда из спидстопа, я тут натыкаюсь на группу Вандорна, Райканина и Магнусона. Точнее, Грожана. И Грожана я так прохожу немного, толкая. И через какое-то время еще догоняю Райканина, наконец-то. Во втором секторе, опять же, с ним встречаюсь. И проблема в том, что в нем опередить довольно трудно, потому что он крайне узкий. Особенно эти улочки идут. Но шпильки можно, если по внутренним радиусам пытаться, можно обойти на более таком позднем торможении. Что более-менее у меня получается. Я поравнялся с Райканина, но у него был лучший выход из поворота. Что позволило ему чуть-чуть вырваться. Но, в итоге, на торможении, опять же, я его победил. Ну и потом уже мне осталось только опережать Вандорна, также впереди идущий Торжаса и не более. С Вандорном расстреляюсь напрямую. Также еще получил штраф за то, что выехал чуть-чуть широко на повороте. С Хартли я его догнал на том же кругу после Вандорна. Но с ним возникла проблема, потому что я его догнал в третьем секторе. Та же самая ситуация, что во втором. Улочки крайне узкие. По итогу опередить невозможно, если занять 10 центра трассы. По итогу я просто за ним теряю, там, секунду-полторы. Также чувствую ошибку, заехав на поребрик. Но, последний поворот, даже в связи с двух поворотов, я спокойно его обхожу еще на сарц-финичную прямую до ДРС. И, по итогу, мне остается уже опередить Магнусона впереди идущего, и также Эриксона. То есть, впереди идущий, там, Феррари вроде бы, заедет на пистоп. Магнусона я догоняю на следующую кругу. Но, опять же, прямой за счет ДРС я его обхожу без каких-либо проблем. И, по итогу, остается только один Эриксон. И, на этом, по сути, борьба для меня, как бы, закончена. Потому что, дальше мне некого было входить. Мой следующий пистоп был, фиг знает, когда я буду приходить на еще один Ультрасофт. И, все, как бы, да. Думал на этом, что закончится. И, то, что следующий кругов 18 я прорыву просто в горден одиночестве. Но, не тут-то было. Собственно, после опережения Эриксона я поехал. И, уже на 16-го кругу еду. Еду все спокойно. Также, опять же, заезжаю слишком широко. Из-за чего ловлю штраф уже в 3 секунды. Но, тут же, и у нас входит Хэмилтон. Из-за этого у нас появляется еще и виртуальная машина безопасности. Чему я удивился. И, собственно, из-за того, что Хэмилтон у нас сейчас сойдет, резко меняется ситуация в турнире в зачете. Да, не особо резко. Но, все же, если то, что он сошел, не набрал очков, и я наберу очков за первое место, то в Сочи уже будет решаться чемпионский титул. Если он наберет меньше 12 очков, то он точно не сможет его выиграть. Соответственно, уже титул будет решен в Сочи. Ну, это, опять же, если повезет. Окей, после этого на 7-27-ом кругу у нас появляются машины безопасности. Из-за того, что сошел вроде бы Вандорн. И после этого я немножко был в отчаянии, потому что останется 2 круга у нас до конца гонки. У меня 3-секундный штраф, то есть мне надо оторваться от Леклера на 3 секунды. И, по сути, из-за того, что это был Леклер позади, то я не счел это каким-то прям большим для меня проблемой. Также еще окон у нас стал круговым. Я, кстати, понял, почему он меня не решил обойти, и почему я еще играм не позволил это сделать. Из-за чего он тоже немножко замедлил позади идущую колонну гонщиков, и я уже после первого круга оторвался на 2,5 секунды. Соответственно, к финишу я уже оторвался на секунды 4-5, и заканчивал эту конкум победой. Серотка у нас приехал на 4-м месте, ну и подиум у нас это я, Леклер. Кстати, довольно интересно, потому что Леклер смог остаться на 2-м месте. И также третий у нас это Себастьян Феттель. Довольно интересный подиум получился, опять же, оба Мерседеса не финишировали даже в очках, то есть Хэмлик там сошел, Потас потерялся на последних позициях почему-то, у Ако у нас случился контакт, походу, с кем-то, из-за чего он потерял переднее антикрыло. Ну и, по сути, для нас это хорошо, потому что мы набираем кучу очков за эту гонку, в кубе конструкторов мы начинаем оторваться также уже на 115 очков, то есть это уже 2,5 этапа, так сказать, то есть после Сочи, если мы выиграем его, еще дублем причем, то мы оторваемся на 3 этапа, и, скорее всего, кубик конструкторов будет решаться уже где-то в Америке. Ну, тут уж как повезет. Довольно интересно, все-таки у нас все расположились, также те 2-ротбул прорвались там на 10 позиций карты, то есть на 7-8 они финишировали кучу штрафов. У меня было там немало претензий к тому, что я там сокращал где-то, также контакт с гражданом был и тому прочее. Выигрываем соперничество, продолжаем выигрывать, точнее, с Хасом немного так потерялась репутация из-за того, что не понравился мой ответ в интервью. В итоге заказываю себе пару обновлений небольших, первое связанное с мощностью двигателя, наконец-таки, продолжаем ускорять наш болид, так сказать, ну и решил еще взять последнее мелкое обновление в шасси, потому что, ну, почему бы не взять, с перераспределением веса. Собственно, 2 таких небольших обновления нам придут в Сочи, скорее всего, и в Японии уже приедет окончательное обновление снижения веса. На этом, ребят, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорой встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok